МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Бассейны прямо в центре города и не только возможность искупаться бесплатно получили сегодня и пешеходы, и автомобилисты Чебоксар и Новочебоксарска. Города залило дождем. Накануне сильный дождь с разрушениями прошелся и по Алатарю. После обеда в районе часа дня на Чебоксары обрушился ливневый дождь. Такое ощущение, что новоюшка ушла под воду. Машины буквально плыли по проезжей части, а людям море по колено. Большие лужи образуются здесь из года в год, даже при обычных дождях. Сегодняшняя ситуация нечрезвычайная. Ливневки там есть, но пропустить такой объем воды они сразу не могут. Требуется какое-то время. Поводов для волнения нет. Через некоторое время вода уходит. Дождь плавно перемещался в центр города и в северо-западный район. А в Новочебоксарске в одном из домов по улице 10-й пятилетки дождь залил с 9-го по 1-й этаж. Об этом сообщили жильцы. Сегодня пошел ливень, когда, значит, вот эта так называемая ливневка, которой сток воды с крыши, проходит у нас в подъезде. И она то ли там лопнула, то ли что. И вот каждый дождь, это происходит, у нас вот такая картина, как вы сегодня видели. Все это течет на лифт. Лифт в результате замыкает неделю-две, не работает, пока не просохнет. Потом, значит, вода течет по всему подъезду с 9-го этажа до 1-го этажа, прямо по ступенькам все капает. Плюс ко всему, значит, заливает соседей потолки. Вот в прошлом году у меня соседей до такой степени заливал, что, значит, обои и паркет поднялся. Ну и проводка потом начинает прохлить в квартирах. Накануне сильный дождь с градом прошел в Алатаре. На фотографиях видно, какой интенсивности осадки выпали на город. По данным администрации Алатаре, гроза с сильным ветром началась 8 июля во второй половине дня. В результате повалено 70 деревьев, оборвано 73 линии электропередачи. Без электричества остались 5000 абонентов. Повреждено 7 участков газопровода. Из-за непогоды пострадали 23 дома. На устранение последствий работали 9 ремонтных бригад. Южные же районы Батаревский, Комсомольский, Шимуршинский и Яльчикский в июне-июле страдали от засухи. Вчера при прохождении атмосферного фронта в большинстве районов Чуваши проземели грозы. Правда, осадков там, где есть метеостанции, выпало немного. Только в Батарево выпало 14 мм. При грозе порывы ветра достигали 15-18 метров в секунду. Сегодня в Алатаре за 20 минут выпало 21 мм осадков. В течение предстоящей недели сохранится неустойчивая погода. Местами пройдут кроковременные дожди и грозы. К выходным погода стабилизируется. Температура ночью 12-17, днем 20-25. И преимущественно везо садцев. К другим новостям. Компания «Сименс» приедет в Чувашу с новым проектом. Деловые отношения с инвесторами завязались на прошедшем в июне Петербургском экономическом форуме. Сегодня представители компании побывали на крупных предприятиях республики и оценили возможности электротехнического кластера. На одном из чебоксарских заводов руководитель компании и глава региона открыли новый ресурсный центр. Тему продолжит Дмитрий Квалев. Спрос на рабочих растет с каждым годом. На этом предприятии будущих специалистов теперь тоже будут обучать на самой современной базе. ВТО диктует свои условия и в сфере образования. Теперь ставка делается только на практику. В этом ресурсном центре вместо наглядных плакатов установлены аналоги реального оборудования. Всевозможные приборы и датчики, элементы типовых подстанций. Начинаем мы с системы оперативного питания, системы релейной защиты полный набор, то есть дифференциальная защита, защита линий, защита трансформаторов. Система автоматического управления всем объектом. Сымитировать на этом стенде возможно любые внештатные ситуации. Учиться устранять аварии студенты будут в этом же классе. Когда на пульт управления поступает тревожный сигнал, исправить ошибку могут только специалисты. Оттачивать свои действия до идеала они будут в условиях, которые максимально приближены к реальным. Со шкафа определена конфигурация, заданы подключенные двигатели. Высоководный электропривод. Даем команду пуск, задаем скорость. Вот пошел вращаться двигатель. Система автоматического управления, которая всем управляет, она тоже имеет массу специфик, и очень важно, чтобы люди могли все здесь почувствовать руками. Из аудитории на реальное производство попадут ученики электромеханического колледжа. Для студентов этот центр – возможность получить не только образование, но и рабочее место. Сейчас перед республикой стоит задача подготовить квалифицированные кадры для электроэнергетической отрасли страны. После того, как специалист здесь пройдет переквалификацию, переобучение во время обучения или в высшем учебном заведении, или среднем, или начальном профессиональном образовании, то, соответственно, они уже, идя на производство, будут работать как настоящие работники. Присматриваются к чувашскому кластеру и представители компании «Сименс». В Чебоксарах они планируют создать новый сервисный центр. Ремонтировать здесь планируют медицинское оборудование. Половина аппаратов, которые сейчас поставляют в больницы, производит именно эта компания. Сейчас, чтобы устранить дефекты, технику приходится вывозить в Москву. Новый проект позволит сэкономить эти издержки. Мы планируем расширить наше присутствие тут, в Чебоксарах. И, как я сказал, с главой чуваши мы обсудили как раз тему собесного обслуживания для медицинской техники. И с Чиасом мы обсуждаем дальнейшее развитие сотрудничества на базе уже достигнутого. Сервисный центр пока в проекте, но уже сейчас на этом производстве планируют обучать студентов-медиков. Возможно, что в ближайшие годы в Чебоксарах наладит выпуск оборудования под маркой «Сименс». Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. В реальности, конечно, со строительством жилья все обстоит не так просто, как в этой известной фразе. И наш город, увы, не исключение. Жилья в городе не хватает, однако с каждым годом темпы его строительства увеличиваются, заявляют специалисты. Так, в 2013-м в Чебоксарах планируют ввести в эксплуатацию более 270 тысяч квадратных жилых метров, в том числе 42 многоквартирных дома. На данный момент годовая норма выполнена на 31%. За январь-июнь месяцы программа у нас выполнена и введена в эксплуатацию более 83 тысяч квадратных метров жилья. Это составляет 135% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Исходя из практики прошлых лет, основной ввод жилья у нас приходится на четвертый квартал. В основном будут расширяться такие микрорайоны, как Финская долина, Радужный, Благовещенский центр и другие. Любовь и верность – фундамент крепкой семьи, а крепкая семья – символ стабильного общества. Власти Чувашии поддерживают эту стабильность различными методами. Об этом говорили накануне в Новочебоксарске на торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому Дню Семьи, Любви и Верности. Супруги Васильевы живут в счастливом браке уже 54 года. Они, как никто другой, знают все о семейных ценностях. Но все же орден за любовь и верность для них большая неожиданность. Они говорят, просто всегда жили душа в душу. Мы уже 54 года живем, как вроде, как вчера только мы поженились. Все у нас счастливо, все, горе есть, делились, чаще есть, делились, все вместе, как вот на семью, как один человек мы жили. Валериан Васильевич всю жизнь работал учителем технологии. Сначала в Новочебоксарске, потом в Шумерлинском ремесленном училище. Был признан лучшим мастером и направлен на работу в Монголию. Там обучал будущих преподавателей. Затем готовил национальные кадры в Алжире. Валентина Михайловна всю свою жизнь проработала библиотекарем. И везде была вместе с супругом. Секрет семейного счастья, по словам Васильевых, в трудолюбии и уважении друг к другу. Мы только трудились всю жизнь. А наградам мы... И не думали. И не думали о наградах. Понимаете, вот это... Для нас это очень большое счастье. Первый раз в жизни. Мне 74 года. Вот у меня двое детей, дочь и сын. Муж у меня очень хороший. Поэтому столько лет вместе прожили. Если он обидится чем-то, я всегда первой подхожу за мной. Медаль за любовь и верность получили еще четыре новочебоксарские семьи. Их семейная жизнь – настоящий пример для молодого поколения, подчеркнул глава республики. И отметил, что укрепление института семьи – одна из важнейших задач. В Чувашии многое делается для поддержки малообеспеченных и многодетных семей. С 1 января этого года на третьего и последующих детей выплачивается пособие более 5000 рублей. В республике, кроме федерального, 408 тысяч рублей на второго ребенка выплачивается и региональный материнский капитал – 100 тысяч рублей. Многодетным семьям предоставляют земельные участки. В Новочебоксарске впервые за много лет открылся новый детский сад на 240 мест. Но семейные ценности, которые дети перенимают у родителей, ничем не заменишь. Это любовь, это преданность. Когда надо, терпение надо иметь. И каждый папа, мама хочет, чтобы их дети были всегда здоровы, были всегда счастливы. От всей души благодарю вас за твой, за ваш труд, прежде всего то, что вы делаете в семье. Семья – это опора нашего государства. Хочется пожелать любви, благополучия, взаимоуважительного отношения и двигаться только вперед. С праздником вас! Этот спектакль впервые поставили еще 4 века назад, в далеком 1606 году. С тех пор было немало различных постановок, от классических до авангардных. Ну а в 2013-м его персонажи заговорили на чувашском языке. В Театре юного зрителя ставят знаменитую пьесу Шекспира «Король Лир». Далекая Англия, предположительно 9 век до нашей эры. Легендарный король Лир. Только вот и Корделия, и Герцеги, Бургундский, Корнуэльский и сам король, другими словами, все герои произведения великого Шекспира, говорят на чувашском языке. Увидеть такое можно будет в новом сезоне Театра юного зрителя. Сейчас там идут репетиции. Кроме «Короля Лир» в новом 81-м сезоне зрителям покажут пьесу немецкого поэта Бертольда Брехта «Мамаша Кураж и ее дети». На постановку этих произведений на чувашском языке Театр получил федеральную поддержку в рамках программы «Культура России». Король Лир, «Мамаша Кураж» – это вопрос отцов, детей, матерей и вопрос Родины. Что такое Родина и что такое человек в этой Родине? Кто он, сегодняшний патриот своей Родины? Образы шекспировских героев создаются не только на сцене, но и за кулисами. Чтобы артисты Теуза смогли в прямом смысле слова примерить на себя далекую эпоху, в швейных мастерских театрах кипит работа. Актеры репетируют, костюмеры шьют, художники готовят декорации. Однако зрителям придется потерпеть до осени. Открытие 81-го театрального сезона запланировано на 20 сентября. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Трасса М7 вчера едва не встала намертво из-за крупной аварии. На границе Маргаушского и Ядринского районов водитель сидельного тягача «Сканья» из-за дождя не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Дальше, как это чаще всего бывает, в таких ситуациях последовало столкновение со встречным «Мерседесом», тоже тягачом из Вологды. От удара с полуприцепта скатились металлические трубы, помешали движению автомобиля «ДАФ» из Белоруссии. Последним в этой цепочке аварий пострадал нижегородский УАЗ «Патриот». К счастью, обошлось без жертв. Больше всего досталось водителю «Мерседеса». С закрытой черепно-мозговой травмой он доставлен в неррохирургическое отделение столичной БСМП. В течение трех часов движение на этом участке дороги регулировалось двумя нарядами ДПС в объезд через Ядрин и автодорогу Сура. А вот пострадавшего в аварии 7 июня сегодня эвакуировали в Москву. В 11 часов в аэропорту Чебоксар приземлился Ан-148 МЧС России. Спецборд, оснащенный медицинским модулем, совершил перелет из подмосковного Раменского, чтобы эвакуировать тяжелораненого в автокатастрофе 26-летнего жителя Ульяновска. Молодой человек попал в аварию на федеральной трассе М-7 в Ядринском районе. С тяжелой травмой головы и многочисленными переломами водитель находится в реанимационном отделении БСМП столицы республики. Врачи доставили пострадавшего до борта самолета. На аэродроме его встретили медики Центроспаса и Всероссийского центра медицины катастрофы «Защита». Родственников пострадавшего сопровождал психолог Центра экстренной помощи МЧС России. В полдень спецборд вылетел из Чебоксар в Москву. Как льва считают царем зверей дуб, по праву можно назвать царем леса. Для Чувашии могучее дерево имеет особое значение. Наши предки считали его священным. У жителей Маргаушского района есть особый повод гордиться своим уникальным деревом. Сегодня в Ильинском лесничестве специалисты Московского центра древесных экспертиз провели обследование дуба, выдвинутого названия памятника живой природы Всероссийского значения. Ильинский дуб – ценный природный объект. На сегодня это самый крупный дуб Чувашской республики. Ему 480 лет. Диаметр ствола 182 сантиметра. Высота памятника природы до повреждения молнии достигала 26 метров. Сейчас 20. Памятником природы республиканского значения, старейшиной Чувашских дубов, дерево было объявлено в 1981 году. А в 2000-м его включили в единый пакет кадастровых сведений по особо охраняемым природным территориям Чувашии. Действие прибора основано на сверлении. Внутри находится тоненькое сверло совсем, 2 миллиметра толщиной всего. Длиной 45 сантиметров. Погружается в ствол и по плотности определяет, есть ли гнили. Если есть, то программа потом выдает процент гнили. Дуб уже внесен в реестр старовозрастных деревьев России. И нынешние обследования, если будут соблюдены все критерии, позволят присвоить природному памятнику статус «Дерево – памятник живой природы». Тогда государство возьмет его под свою охрану. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова